Такие вот цветы я встретила сегодня гуляючи, причем это огромное дерево, орхидейное дерево, очень красиво, очень-очень красиво, с такими серединочками, вот оно все, это дерево, оно просто огромное, просто огромное и красивенное. На самом деле очень красиво, нежно-фиолетового цвета, листья у него такие довольно-таки крупные, крупные листочки, много птичек, а вот еще даже нераспустившиеся бутоны на нем, то есть оно будет еще цвести долго. Очень красивое дерево, я вам расскажу немножко о растительности Израиля, здесь просто на каждом шагу природа шокирует своей красотой. Сейчас месяц март, конец марта, и все цветет и пахнет, можно сказать. Вот это такие яркие, ярко-красные, бархатистые ветки. Это тоже цветы, вы не поверите, так цветет эвкалипт. Вот такими вот соцветиями. Очень-очень красиво, здесь до этого была пчела, сидела, сейчас нету. Вот это вот бутоны этого соцветия, такие довольно твердые и скоро они тоже будут, конечно же, таким же, свистеть таким же красивым соцветием. Вот бутончики, вот эти веточки. И, конечно же, у этих веток, у этого дерева есть всем известный запах эвкалипта. Вот, сверху тоже. Сверху тоже оно цветет. Если вы слышите, здесь есть крики попугаев. Зеленых попугаев, их еще в природе называют неразличники. Вот, дальше продажа это соцветия эвкалипта. Вот такими вот кустами они растут. Так, мы идем дальше. Вот там мы видим, растут лимоны. Такое дикое лимонное дерево. Идем дальше. Здесь юка. Большая. Большая юка. Посаженная. Это галюко-гикое растение. Посаженная, у кустики посаженная. А вот, посмотрите, какая это юка. Абсолютно настоящая. Мощная. Вот такое вот основание у кармы. Очень-очень красиво. Такие вот у нее есть. Ну, как у пальмочки такие какие-то. Устучки, завихрюшки. И листья, конечно же. Очень-очень-очень жесткие. Конечно же, листья. Всем известно, листья у тропических растений всегда такие жесткие. Из-за недостатка в лагере. Несмотря на то, что здесь ее, конечно же, поливают. Но дальше, что-то не дальше. Дальше есть вот такие кустики. Да я хожу просто по одной из самых обычных улиц. Вот такой какой-то цветочек милый. С тонким нежным запахом. Ой, а вот смотрите. В этих цветочках заплелся кактус. Старый такой. И вот он переплелся там. Ой, вот здесь он просто огромный. И по-моему... А, я знаю. Это кактус такой кладовитый. Вот эти вот цвета. Цветы, то есть соцветия кактуса. Они вырастут. Станут таким оранжевого цвета. И они будут съедобными. Единственное, что его невозможно сорвать. Когда он спелый, конечно же, сейчас тоже, но особенно, когда спелый, у него миллионы колючек. Самых мелких, которых не видно, они вонзаются в пальцы и долго-долго их нельзя вытащить. Вот кактус пустил такой молодой отросток свой. Вот еще. А, вон, смотрите, какой интересный. А вот очень интересный такой. Как там? А, вот паутинка, если вы видите. Такой вот очень интересный какой-то цветок. Кактус он еще пустил, что ли. Нельзя к нему пробраться. Сейчас попробую. Вот так. Показать поближе, поближе. Вот. Вот так он пустил. Такой интересный еще. Какой-то стиль. Кобелек. Ну, довольно-таки колючий. А вот очень красивый этот кактус с другой стороны. Видим, что он абсолютно дикий. Вряд ли за ним кто-то ухаживает. Просто такой дикорастущий кактус. Вон еще. А, вон они такие. Цветочки. Может быть, это цвета, это цветы. Это он так цветет. Это он так красиво цветет. Красиво. Сейчас сверху видно тоже много. Здесь дальше попереплетались какие-то кусты с кустами. Вон белые с желтыми. Или это желтые побелели. Скорее всего так. Вон лимон. Тоже дикий. Можно сорвать на чай. Вон зеленый такой лимон. И вот дальше. Совершенно спелые желтые лимонки растут. Вон там тоже в кустах. Вон там лимон. Мы видим, что там растут дикие маки. Вот. Даже очень красиво. Вот сейчас я пришла. Мы в этом месте уже были. Мы снимали здесь видео с Лизой про ватное дерево. Вот. Посмотрите, какой. Не знаю, видно или нет. Вот это вот вата. Уже плоды. Может, это все, что осталось от нее. Вот мы еще раз видим колючий стол. Очень-очень колючий, колючий. Действительно, очень колючий столбик. Там вот такие. Колючий он до самого-самого верха. Вот такой он. Защита у него такая. Грушевидная такой формы у него. Его ствол. Ну, и вот дальше вот это вот то, что уже, то, что уже, вот эта вот ватка. Такой вот. Такой вот он растет. Она уже открылась полностью. И висит. И вот здесь вот мы видим, конечно же, вот эта вот вата, она упала. А, кстати, аллергии не вызывает. Ну, там вот тоже дерево. Еще висят плоды. Похоже на лимон, которые еще не распустились. И тени птичек. Так, вот здесь еще такие кустики. Такая очень симпатичная улочка. Тоже вот цветы, цветы, цветы. Сейчас мы пройдем дальше. Вот это цветет манго. Эти растения я знаю. И... А может быть, я ошибаюсь? Очень похоже на суцветия манго. Очень похоже. Очень похоже. Хотя, может быть, и не оно. О, боюсь ошибиться. Но манго тоже растет именно такими соцветиями. Там вот мы пальмочки увидим. Лай собак. Так, вот это такие кустыки, какие-то пихтовые. И вот здесь, что мы видим, еще одно орхидейное дерево. Возле него уже ощущается нежная рана. Попугай, не знаю, их не любит. Уже так вечереют, они уже собираются в свою пяточку. Я знаю, они в стаями летят сверху. Там немножко уже цветочки потускли от солнца, скорее всего. Которые вот только распустились, они были. А дальше у нас опять огромный куст юбки. А вот это вот ничто иное, как китайская роза, которая растет у нас в озонах. Здесь она растет буквально, можно сказать, на каждом углу, на каждом заборе. Но на самом деле, ее садят как вместо заборов, как ограждение, стригут. Здесь она просто так на кумбочке высажена. Но вообще я вам ее покажу потом, как ограждение ее сажают. Вот она так себе растет. Очень даже хорошо выглядит. Такие вот бетоны. Вот. Отлично, здесь бетон. Я поливаю здесь, конечно же. Вот эти трубочки. Капельное орошение. К каждому кустику проведено эти трубочки. Возле каждого кустика есть отверстие. И в определенных дозах пускается вода. Это касается и деревьев. Вот, как мы видим, к этому дереву тоже подсадена. Вот там целая система этого капельного орошения. Вот здесь вот шланг какой-то от шланга идет. Везде, везде, везде оно есть. Каждая пальма. Обкручена таким. Вот здесь вот, везде, везде, везде. Такая вот пальмочка симпатичная. Там вот мы видим дальше лимона. Там вот такие большие, огромные пальмы. Вот это вот какое-то деревце, которое уже перецветает. Но было такого белого цвета. Уже перецветает. Он тоже пальма. Вот мы видим тоже часто встречающийся куст. Таких красных цветов. Не знаю, как он называется. А вот мы видим высаженные такие деревца. Их посадили поодиночке. Мы еще не снижались, но какие-то водички начинают. А вон маки. Такие садовые маки. Вот такие вот маки. И знаете, что маки это редкие цветы. Их не просто так увидеть. И они цветут здесь только весной, да? Какой-то определенный период. Ну, вообще-то да. Вот смотрелись, какое деревце. Молоденькое, да? Это вот то, что мы видели. Вот давай еще посмотрим. Вот это вот куст. И тут очень-очень много таких кустов. Они очень украшают город. Такого яркого цвета. Есть разные цвета. Фиолетовые. Это же белые. Да. А вот куст китайской розы. Мы видим вот там вот. Вот еще продолжение. Такой насыщенный, яркий, очень красивый цвет. А вот мы видим фиолетовые. Яркие. Ну, можно сказать, вот такого цвета здесь улицы. Фиолетовые, розовые какие-то. Очень красиво. Так, дальше. Вот такие обычные кусты. И скоро там будут клумбы. Но, вот как вы видите, их обрезают, чтобы они такие ровные, красивые. Или даже делают другие формы. Вот это сделаны, мне кажется. Ой. Вот драцена. Вот это драцена. Ее пытались немножко подстричь, но потом, мне кажется, это ее оставили. Ну, растет в себе драцена. И я как бы... Вот здесь ее именно не поливают. Здесь немножко такие диковатое место, мы уже ее увидели. Место диковатое. Здесь можно увидеть травку. Сейчас. Смотрите, а то в конце будет подарок. Да? Интересно. Давай посмотрим твой подарок. Здесь, смотрите, обычная трава. Здесь такое обычная трава. Вот, посмотрите, вот это еще дерево. Я уже много раз обращала на него внимание. Оно чем-то похоже на мимозу. Чем-то напоминает... Может, это ист мимозы? Я не знаю. Вряд ли. Я хочу вот сюда подойти ближе. Хотя не принято наступать на клумбах. Да, очень такие. А как знают? Как знают, где это мимоза? Смотри, такие пушистые, да? Такие пушистые веточки. Очень похоже на мимозу. А есть... Выглядят пушистые, а чувствуются... Скажи мне, есть запах у этих, нет? Лисик? Да. Вот мы видим клумбу еще одну. Тоже с капельным урошением. Потому что везде, 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 вон к каждому кустику. Нету, да? К каждому кустику вот... Это капельное урошение приспособлено. Да, здесь мы тоже они еще. Я вам скажу, какие цвета здесь есть. Давай. И в таранчик. Эллон, темно-розовый, седло-розовый. Красный. Смотри, сегодня сейчас просто вечер, да? И, может, немножко уже не так передаются цвета, но... На утро мы не открыты. Когда проезжаешь на машине, и все вот эти вот цвета... Ну, буквально со всех сторон. И вот опять моя любимая артенда. Знаете, крылья? Ээээ, ты думаешь, куда можно залазить? Так, ну, пойдем аккуратненько, мы туда пролезем. Так. Вот. Оно прям такого какого-то цвета. Серый, фиолетовый, серый вот столб. Серое само дерево, серый ветки, столбок дерева. И вот такие нежные, нежные фиолетовые... фиолетовые цветочки. Ну, время сюрприза! Пойдемте. А, ну, пойдем. Пойдем. И сейчас... приходит... время подарка! Смотрите! Пойдемте! Пойдемте. Вот он, мы видим тут близко. А вот там есть целое поле, да, Лизыш? Маки из таких, похожих на хризантенну. Это ромашки, я думаю. Нет, это хризантенна. Место такое, ой, абсолютно дикое. Очень здорово. Здесь дикое горе. Лизыш, наверное, на этом мы сегодня закончим, потому что уже... уже просто ничего не увидим. Да. Так, здесь, наверное, сейчас еще. И... очень много лет, как мы с вами сегодня. В моменте, что-то будет 10 дней. И вот так, что я подписываю, подписывайтесь на наш канал, где-то интереснее. И мы будем очень рады вас видеть. Пока! Пока!